Здравствуйте! Меня зовут Михаил Хлопов, я шеф-повар ресторана Джаганат. Сегодня я приготовлю для вас блюдо вегетарианской кухни. Начнем с мунгдала. Это традиционное индийское блюдо из бобов мунг. Нам потребуются кастрюли воды и сами бобы мунг. Для начала мы нарежем морковь. Будем резать ее мелким кубиком, чтобы она хорошо прожарилась. Надо заметить, что все ингредиенты для приготовления этого блюда должны быть подготовлены заранее. То есть мы подготовим все специи, морковь, имбирь и сами бобы, чтобы в нужный момент забросить их в кастрюлю или обжарить в определенном порядке. Морковь мы возьмем вдвое больше, чем имбиря. Далее имбирь. Имбирь можно не чистить, поскольку у него достаточно тонкая кожица, которая при жарке становится мягкой. Имбирь необходимо резать мелкими кубиками, потому что если мы порежем крупно, его куски будут попадаться нам и придавать не очень приятный вкус блюду. Теперь мы разогреем масло на сковороде. Для начала мы обжарим специи. Нальем на раскаленную сковороду немного масла. Дождемся, пока масло как следует раскалиться. В Индии принято готовить на топленом масле, но в редких случаях и на растительном. Мы используем растительное масло, чтобы блюдо было легче. Расставляем специи в такой последовательности. Сначала кардамон, гвоздика, кумин, куркума, асофетида и карий. И в такой же последовательности мы будем их помещать на сковороду. Но сначала добавим два листочка лаврового и палочку корицы. Сейчас палочка начнет раскрываться, и в этот момент мы добавим кардамон. Важно, чтобы специи обжаривались определенное количество времени, потому что некоторые из них быстро горят, и вся наша масала может испортиться. Добавляем кардамон. В этот момент нужно быть осторожным, поскольку семена кардамона стреляют и могут брызнуть в вас. Как только пойдут щелчки, мы добавим кумин. Угу, вот видите. Насыпаем кумин. Кумин тоже начинает трескаться. Далее куркума. Совсем немного асофетиды. Асофетиды – это очень полезная и редкая, к сожалению, пряность, которая используется для придания блюду характерного луково-чесночного такого аромата. Поскольку в Индии редко используют и лук, и чеснок, в частности, в вегетарианской кухне, мы добавляем асофетиды. Кроме того, асофетиды способствуют лучшему усваиванию белка, бобов. И теперь карри. Вот здесь нужно быть осторожным, потому что карри очень быстро горит. Мы перемешиваем и сразу же добавляем морковь. Морковь. И следом за ней нарезанный имбирь. Теперь маленький кусочек чили. Я не добавлял много чили, потому что карри, который я использую, он достаточно острый, поэтому перед тем, как готовить, вы должны быть уверены в том, что блюдо у вас не получится экстремально острым. Хорошенько все это перемешиваем. И если вы планируете съесть сразу все то, что вы приготовили, вы можете не сильно обжаривать морковь, но если дал у вас будет какое-то время стоять, например, в холодильнике, лучше обжарить как следует, потому что вода, которая остается в моркови, может способствовать тому, что дал забродит, поскольку бобов очень капризен в этом плане. Обжариваем. Как раз у нас закипела вода. Мы добавляем туда соли, по вашему вкусу. И бобов мунго. Бобов мы возьмем примерно четверть от количества воды. Вы можете добавлять бобы и в холодную воду, но в этом случае вам придется уделить очень большое внимание варке, потому что в холодной воде бобы прилипают к дну кастрюли, и блюдо может быть безнадежно испорчено. То, что мы обжарили на сковороде, называется масала. Существуют разные виды масал, существуют разные виды дала. В Индии их около 40, и все они активно используются в индийской кулинарии. Перемешиваем и оставляем вариться. В Индии принято есть дал вместе с рисом. Наиболее ароматный вариант риса – это рис басмати. И сейчас мы займемся его варкой. Мы возьмем кастрюлю, добавим туда растительного масла, совсем немного ванили, маленький кусочек. Немного куркумы. Благодаря куркуме рис у нас будет красивого золотистого оттенка. Также раскаляем масло. И высыпаем туда рис. Непрерывно помешиваем его. Зерна риса должны обжариться, стать полупрозрачными. Для этого нам нельзя ни на минуту останавливаться. Постоянно мешать. Когда вы увидите, что рис светлеет, меняет свой цвет, мы добавим воду. Принято варить рис басмати в соотношении с водой. один к двум. Вообще, этот рис хорош тем, что его практически невозможно переварить. Зерна его при варке удлиняются. он становится еще красивей. Соли я сюда не добавляю. Потому что соли у нас достаточно в супе. Закрываем крышкой. Убавляем огонь на минимум. и продолжаем варить. И продолжаем варить. Мы видим, что дал у нас разварился. и рис тоже готов. Теперь мы немного перемешаем его. Выключим и оставим настаиваться. И сейчас мы будем выкладывать в дал готовую масалу. Если вы хотите, чтобы дал получился более пряным, нам следует положить масалу чуть раньше. И, соответственно, варить ее вместе с бобами чуть дольше. Но если мы готовим классический вариант, такой, который часто встречается в Южной Индии, мы добавляем вот ее сейчас за 5 минут до того, как приготовление блюда закончится. Сейчас все специи отдают свой аромат к бобам, перемешиваются с ними. И суп у нас напитывается чудесным ароматом в этот момент. Мы берем один помидор. Нарезаем его небольшими кубиками. я специально взял жесткий помидор, потому что он хорошо сохранит форму в супе. Нарезаем помидор. Опускаем его в кастрюлю с далом. И туда же добавляем зелень кинзы. еще раз хорошенько перемешиваем. Выключаем огонь и накрываем крышкой. Тем временем займемся выкладыванием риса. Теперь я выкладываю рис, который уже готов. Видите, он получился у нас рассыпчатым и очень-очень ароматным. и теперь дал. семена кардамона в целом видя, они имеют очень специфический вкус, поэтому, если вы не готовы к таким экспериментам, лучше выловить их заблаговременно. Вы можете сделать дал чуть более жидким, если вам так больше нравится. украшаем зеленью. Если вы любите поострей, немного чили. если вы используете чили, желательно удалять перегородки и семена, потому что они очень острые. Собственно, вся острота сосредоточена именно в этих семенах. Наше блюдо готово. Приятного аппетита! суп мунгдал суп мунгдал это традиционное индийское блюдо, приготовленное с добавлением бобов мунг. Для того, чтобы сварить этот суп, прежде всего необходимо подготовить овощи, нарезать мелким кубиком морковь и неочищенный корень имбиря. Его потребуется вдвое меньше, чем моркови. Особый вкус супу придаст смесь специй масала. Приготовить ее несложно. Достаточно влить растительное масло на раскаленную сковороду и обжарить в нем лавровый лист, палочку корицы, кардамон, гвоздику, а также кумин, куркуму, асофетиду и карри. Далее в эту же сковороду отправить морковь, имбирь и одну треть стручка перца чили. Бобы мунг отварить в подсоленной воде. В другой кастрюле сварить рис. Для этого сначала влить в кастрюлю растительное масло, добавить ваниль и куркуму, после чего засыпать рис, перемешать его и как только зерна станут полупрозрачными влить воду в соотношении к рису два к одному. Накрыть кастрюлю крышкой и варить до готовности на медленном огне. За пять минут до окончания приготовления супа добавить к бобам содержимое сковороды. Тем временем нарезать средним кубиком помидор и отправить его в суп. В последнюю очередь добавить измельченную зелень кинзы. Суп дал традиционно подается с рисом. Его нужно выложить на тарелку, а дал налить в глубокую посуду. В качестве украшения можно использовать зелень и перец чили. Следующим блюдом будут острые овощи с тофу и соба. Для этого нам потребуется сыр тофу. Многие называют его сыром, но на самом деле это будет не очень правильно, поскольку технология его приготовления позволяет называть его скорее творогом. Он получается из створаживания соевого молока. Этот продукт очень питательный, очень полезный. И что немаловажно, у него практически нет своего вкуса, поэтому ему нужно придать любой вкус посредством добавления в разные блюда. Как сладкие, так и соленые, в нашем случае острые блюда. Теперь нам предстоит обжарить тофу в оливковом масле. Наливаем его на сковородку. Обжаривать тофу до золотистой корочки. Также нам потребуется кастрюля с водой, в которой мы будем варить гречневую лапшу, которая называется соба. Соба делается из гречки с добавлением пшеницы или без всяких добавок. Нам придется постоянно помешивать тофу, чтобы цвет у нас получился равномерный. Но не переусердствовать в этом, поскольку, если тофу достаточно рыхлый, он может попросту развалиться. вода закипает. Мы добавляем туда немного соли и, собственно, гречневую лапшу. лапша быстро варится порядка 3-5 минут в зависимости от толщины, разновидности. Вечневая лапша очень богата железом, в этом ее отличие от всех других видов макаронных изделий. Сейчас, когда тофу обжаривается, оно впитывает в себя запах оливкового масла. Приобретает такой благородный вкус. пока мы можем нарезать цукини, Примерно такими же кубиками, как и тофу. И также нам понадобятся морковь, шампиньоны и помидоры. Если вы любите твердую морковь, можно нарезать ее так же кубиками, как сделаю я. Если вы хотите ускорить приготовление блюда, можно сделать ее полукольцами или целыми кружочками. Мы видим, что тофу обжарился, поменял цвет. Это значит, что он готов. Мы выложим его и отставим в сторону, поскольку пока что он нам не пригодится. Теперь на эту же сковороду мы добавляем морковь. Поскольку это блюдо имеет тайские корни, мы не будем готовить морковь до полной готовности. Она должна остаться чуть сырой внутри. Самое главное для нас, чтобы она обжарилась до корочки. Теперь уже можно добавить цукини. И, по всей видимости, лапша тоже готова. Немного убавим огонь. И выложим лапшу. Нам предстоит промыть ее холодной водой, для того, чтобы она не слиплась. Немного убираем. Как следует промываем в ледяной воде. И добавляем чуть-чуть оливкового масла. Немного перемешаем. Тоже уберем в сторону. Теперь мы добавим шампиньоны. Шампиньоны мы тоже будем резать достаточно крупно. На четыре части. Это позволит нам сохранить их аромат. В то же время не допустить того, чтобы они развалились. Потеряли форму. Добавляем к сковороду. Еще раз перемешиваем. Немного масла. На этом этапе приготовления блюда может показаться, что масла не хватает. Но это обманчивое впечатление, потому что через какие-то минуты цукини отдаст все масло обратно. И все продукты будут жариться в нем. Овощи обжариваются. И в это время мы берем помидор, нарезаем тоненькими пластиночками. Добавляем в овощную смесь. Еще раз аккуратно перемешиваем. Теперь еще немного соли. Но совсем чуть-чуть, потому что далее мы добавим острую перцовую пасту, которая сама по себе достаточно соленая. Вообще в Азии принято дополнять соленый вкус лимоном или остротой. То есть соль там не в очень большом подсчете. Получается у нас вот такая красивая смесь. Если вам трудно дышать от остроты, значит вы на правильном пути. Оставляем это протушить еще пару минут. Теперь добавляем стружковую фасоль. И, наконец, обжаренные на амиране сыр тофу. Овощи считаются готовыми, когда они совсем немного изменились в цвете, но в то же время остались в своей форме. Еще минуту, и они готовы. Теперь приступаем к подаче блюда. Выкладываем лапшу по кругу. Оставляем в середине небольшую ямку для овощей. Оставляем лапшу по кругу. Продолжение следует... ПО ТВ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хватит на всю семью Острые овощи с сыром тофу и лапшой соба Сыр тофу нарезать средним кубиком, после чего обжарить в оливковом масле до золотистой корочки Гречневую лапшу собу отварить в подсоленной воде в течение пяти минут Тем временем нарезать средним кубиком цукини, а затем также морковь Тофу выложить в миску, а в этой же сковороде обжарить овощи Готовую лапшу аккуратно достать щипцами из кастрюли, выложить в дуршлаг, промыть холодной водой И слегка сдобрить оливковым маслом для того, чтобы она не слиплась Шампиньоны нарезать на четыре части и добавить к овощам Затем нарезать тонкими пластинами помидоры и также отправить их в сковороду Приправить овощи солью и острой перцовой пастой После того, как овощи еще немного потушатся, добавить стручковую фасоль и в последнюю очередь сыр тофу Следующее блюдо, которое я приготовлю, называется гопал сабджи Это разновидность индийского рагу Нам потребуется сковорода и небольшой сотейник, в котором мы будем варить овощи Поставим воду кипятиться И в это время нарежем картофель и морковь Традиционно в Индии принято нарезать крупными кубиками Но наше блюдо немного отличается от традиционных Это калькутский вариант сабджи С обилием кориандра Кладем картофель в сотейник с водой Можно не дожидаться, пока она скипит И туда же добавляем морковь Все это у нас должно вариться почти до готовности Следующее, что мы сделаем Порежем цветную капусту Просто разделим ее на соцветия Далее прямо на сухой сковороде мы обжарим зерна кумина Это нужно нам для того, чтобы зерна приобрели особый аромат и легко рассыпались в порошок Высыпаем кумин на сковороду И дожидаемся того момента, когда он слегка поменяет свой цвет Потемнеет И начнет характерно трещать Сухая сковорода нам нужна для того, чтобы кумин приобрел свой особенный аромат Какого мы не добьемся, если он будет обжариваться в масле Эту процедуру недолгую Около минуты, если сковорода у вас хорошо разогрета Я думаю, достаточно Высыпаем его и отставляем в сторону На этой же сковороде мы обжарим орешки кешью И кунжут В соотношении приблизительно 1 к 3 Надо постоянно следить за этой смесью Чтобы она не пригорела Иначе появится такой неприятный горьковатый кривкус Убираем смесь с огня И пока она остывает Мы раздробим вручную семена кумина Теперь это сделать очень легко Поскольку высушенные Они гораздо более хрупкие, чем в сыром виде Не обязательно измельчать их в порошок Главная наша задача Разбить зернышки, чтобы они выпустили свой аромат Теперь Нам нужно превратить обжаренный кешью И кунжут В однородную массу Для этого мы высыпем их в блендер Сковороду оставим разогреваться с маслом Сейчас мы будем обжаривать там цветную капусту Масло здесь жалеть не стоит Капуста должна обжариться как следует И так мы измельчаем орехи Получается такая масса С безумно приятным ароматом Капуста у нас должна быть с корочки Теперь Мы выкладываем Обжаренную капусту В отдельную тарелку Все то масло, на котором оно обжарилось Мы оставляем в сковороде Потому что В этом масле мы будем обжаривать Специи И теперь мы добавляем туда Молотый кориандр И асофетиду И асофетиду Хорошо перемешиваем Те несколько секунд, пока Масло обжаривается Мы высыпаем Нашу смесь Тоже хорошенько перемешиваем И добавляем воды Воду мы далеко не убираем Потому что нам постоянно придется ее добавлять В процессе дальнейшего приготовления Главное, чтобы она была однородной Добавляем Обжаренный на сухой сковороде Кумин Дальем немного воды Кумин Даливаем большую часть Оставим вот так немного Теперь берем Помидор Разрезаем его пополам Удаляем плодоножку И погружаем на сковороду Теперь нам нужно дождаться, чтобы помидор размягчился Выключаем огонь Надавливаем Надавливаем на помидор И теперь, когда помидор размягчился Мы добавим куркуму Куркуму За ее желтый цвет Называют индийским шафраном Получается такая вот Желтая масса В эту массу мы добавим еще немного воды Цветную капусту И приготовим зеленый горошек Но его мы положим В самом конце, чтобы он Не потерял наш форму и сохранил аромат Теперь извлекаем из овощного бульона Морковь с картофелем И добавляем в сковороду П afinик Абонент Н him光 Один Захар Свuki Уб acom Св верх С själv Получ. Уб age Более И поshirt В Боды у нас, как видите, требуется достаточно много. Теперь горошек. И соль. Выглядит очень весело. Теперь все это должно немного протушиться. Блюдо должно постоять еще хотя бы 5 минут. Гопал Сабджи готовы, приступаем к сервировке. Возьмем несколько листиков салата. Перемешаем и выложим туда Сабджи. Вкус этого блюда очень экзотичный, хотя оно сделано из привычных русской душе продуктов. Большую роль в этом сыграли пряности. Немного посыпем молотым кардамоном. Кунжутом. И зеленью кинзы. Гопал Сабджи готовы. Овощное рагу Гопал Сабджи. Гопал Сабджи популярное в Калькутте блюдо из тушеных овощей. Для того, чтобы его приготовить, необходимо нарезать мелким кубиком картофель и морковь, после чего отварить их. Из овощей также понадобится цветная капуста. Прежде всего, ее следует разобрать на соцветия. Кроме того, нужно подготовить специи. На сухой сковороде обжарить в течение минуты кумин, после чего пересыпать его в миску. Также, без добавления масла, обжарить орехи кэшью и кунжут. Отставить сковороду, и пока орехи с кунжутом остывают, обжарить в оливковом масле цветную капусту. Затем измельчить в блендере орехи и кунжут. Капусту переложить в миску, а в той же сковороде обжарить специи, молотый кориандр и асофетиду. Добавить орехово-кунжутную смесь и воду, примерно 100 мл. Следом добавить кумин и налить еще немного воды, для того, чтобы соус получился не слишком густым. Затем освободить сковороду, разрезать на две половинки помидор, выложить срезом вниз на сковороду и дождаться, пока он не станет мягким, после чего добавить куркуму. Далее отправить в сковороду цветную капусту, а также вареные морковь и картофель. Добавить свежий зеленый горошек. В последнюю очередь посолить овощи и дать им немного потушиться. Подать гопал сабджи в глубокой посуде, выстланной листьями салата. Посыпать блюдо кардамоном, кунжутом и зеленью кинзы. Сегодня я готовил для вас вегетарианские блюда. Мунг дал с рисом, острые овощи с собу и тофа и гопал сабджи. С вами был Михаил Хлопов и программа Мастер Класс. Редактор субтитров А.Семкин